День воскресный, день чудесный. А сегодня я к вам спешу с репортажем. Фильм ужасов из реальной жизни. Ну вот смотрите, мы с вами уезжаем в Московскую область. Но проблемы, с которой столкнулись герои сегодняшнего выпуска, могут коснуться абсолютно любого жителя по нашей стране. Внимание! Сейчас стоит напрячься всем тем, у кого есть, например, частные дома. В один прекрасный день к вам может прилететь письмецо, на основании которого вас обяжут. Обяжут снести ваш дом за ваш же счет. А через дорогу соседу скажут, а к тебе претензий нет. Выдали землю, дали все разрешение на строительство в 95-м году. Администрация, мы ввели дом в эксплуатацию, администрация подписала все документы, то есть у нас нет никаких ограничений. Несколько сотен семей могут лишиться своих квартир в Подмосковье из-за халатности госслужащих. Сегодня люди нам поведают историю, которая действительно абсурдная. Я когда читал письмо, думал, что явно какая-то ошибка. Но нет. Президент и прочие высшие чины нашей страны в курсе про эту ситуацию. И над людьми висит вот этот вот кран замедленного действия и непонятки, что будет дальше. В рамках ближайшего часа я вам постараюсь все максимально подробно разжевать. В чем причина и почему подобная проблема может коснуться вас, даже если у вас многоквартирный высотный дом. И таким образом предупрежден, значит вооружен. За один час вашего времени мы услышим историю, которая длится 10 лет. Поэтому без промедления вам приятного просмотра. Друзья, знакомьтесь, наш первый участник Станислав. Станислав, собственно, написал письмо, которое мне показалось действительно крайне интересно. Зарисовочка из реальной жизни. Станислав, в каком году вы, ваши родители, вот этот дом, вообще этот земельный участок приобретаете? Это когда было? В 2014 году мои родители все свое имущество в Саратовской области продают. И на вырученные деньги, и я им еще помогаю, покупаем этот земельный участок вместе с домом. Дальше в 2014 году мы его регистрируем, потому что на основании земельного участка. Потому что он выделен под жилье, по строительству жилья и проживание в нем граждан. То есть все законно. И все документы на руках. И родители прописываются сюда. А и папа, и мама до сих пор они прописаны, проживают по документам и живут. Вот. И никаких проблем не было. Тужили, не тужили, а переехали, потому что внучка родилась. У меня жена была беременна, ходила на сносях. И мы вот выбрали этот участок, потому что понравился тут лесок, речка рядом, поле. Все красиво. То есть никаких, ну, ничего не предвещало беды. Это деревня Сафонова. И в нем улица Дачная, дом 9, так сказать. Поставленный кадарственный счет, выданные постановления администрации местного самоуправления. Все документально оформлено. То есть это не СНТ, подчеркиваю. И это в границах населенного пункта. Она располагается, как и раньше, и сейчас. Назначение сельское хозяйство. Но вид разрешенного использования целевое под строительство жилого дома и регистрации в нем. То есть он имеет целевое именно под жилье. Других целей у него нет. И он был выделен в сельское хозяйство, потому что бывший колхоз Сафоновской был обанкротчен. И были поделены на участки. И был выделен большой земельный массив под жилье. Деревня Хрипань. Тоже Хрипань. Роменский район, Московская область. Землю мы не покупали. Нам ее выдавала администрация в 1992 году. Выдали землю, дали все разрешение на строительство в 1995 году. Администрация, мы ввели дом в эксплуатацию, администрация подписала все документы. То есть у нас нет никаких ограничений. Вот у нас есть даже, так условно можно посмотреть, справка, что арестов и запрещений на жилой дом у нас нет. Вот вы говорите, ваш дом стоит, правильно, вы его построили в 2020 году? Ну где-то так, может раньше чуть-чуть. Таким образом мы сейчас с вами познакомились с тремя главными героями этого выпуска. Одним землю дают в 1992 году, другие покупают в 2014 году землю плюс участок, регистрируют, право собственности, все как положено. Другие покупают земельный участок, строят сами дом, копируют, вставят подобные истории по всей нашей стране. Что здесь необычного? А необычное начинается дальше. Слушаем. И в 2015 году приходит письмо. Что это за письмо? Это письмо приглашения в администрацию Раменского района на встречу, общую встречу всех жителей населенного пункта с представителей трубопроводной компании и администрации города Раменского. Где, собственно, до нас довели, что где-то вблизи от ваших земельных участков располагается опасный производственный объект, это кольцово-мегистриарный нефтепровод. Эта встреча произошла 18 марта, запротоколирована, со всеми жителями обговорена. И на этой встрече было заявлено, что люди, которые имеют собственность, они должны прислать им документы, собственность на землю, на дом, для согласования существующих объектов. И, собственно, если будет все нормально, пришлют разрешение на строительство. В дальнейшем мне с администрации присылают письмо от заместителя про строительную деятельность, который сообщает, что для вашего жилого дома разрешение на строительство не требуется, согласно существующим нормативам. И я в это поверю. Это документ от 11 мая 2015 года. От 30 июня присылают мне предписание от нефтепроводной компании «Мост Тарас Невпродукт», которое звучит, что ваш дом находится в зоне минимально допустимых расстояний, и в течение 30 дней я должен сам уничтожиться, то есть сам снести свою собственность без каких-либо компенсаций, без выпадов. Я был очень удивлен, ошеломлен, как так, собственность на учете, на кадастре, на палате. В 2016 году прошел заочный суд, на котором им и маме моей присудились нести дом, трактуя это как самовольная постройка. В 22-м году, и только в 22-м году, мама об этом узнает, так как у нее с пенсии сняли госпошлину. Она поехала разбираться, ей сказали, что вот, вы знаете, у вас был суд, и вам присудили, у вас самовольная постройка. То есть спустя 6 лет списали госпошлину? Да, да. Мы даже, ну, как бы она не знала, из-за чего это все, да, мы поехали разбираться, и вот как раз они сказали, ознакомьтесь. Вот, и под роспись она уже ознакомилась, и тогда вот у нас с 22-го года все это вот опять началось. Мы подали иск на возобновление дела, вот, Раменский суд мы выиграли, он встал на нашу сторону, вот, а Транснефть продолжала подавать иски на нас, чтобы признать нас самовольной постройкой. Соответственно, Московский областной суд, Саратовский суд, и мы до Верховного суда дошли, и все мы суды проиграли, вот, и везде пишут, что мы самовольная постройка, снести за свой счет. Живут, ну, в данном случае сейчас живут там два пенсионера. Дальше, 30 сентября 2015 года состоится одно судебное заседание в течение 15 минут, в котором мою собственность, жилой дом, приговорили сносу за свой счет своими силами и оплатой государственной пошлины, не рассматривая какие-либо доказательства, заявления, в частности, о подлоге доказательств, о том, что у меня есть собственности, просто было все проигнорировано. Вот он, ваш дом. Да. Он под снос. Верно. Вот мы сейчас поворачиваемся в ту сторону, вот стоит тоже дом. Да. Он не под снос. Не под снос. И это официальная позиция. Да. При том, что вот труба там, как то, что я показываю. Да, все верно, да. Далее, ребят, еще раз поворачиваемся. Вот, смотрите, вот они два дома стоят. Видите, один салатовый, другой бежевый. Вот бежевый под снос. Нет, вот этот салатовый, чуть подальше, который... Салатовый под снос, а бежевый не под снос. Который ближе не под снос, да. Ну, ближе на метр. Да. И вот так вот, в ближайших примерно плюс-минус 150 метров от этой трубы. И вот сейчас уже идут очень важные детали, которые вам надо вот именно, чтобы прочувствовать на своей шкуре. Когда мы снимали выпуск, я людям некоторые вопросы задавал по пять раз. Я, может быть, туповат. Я не совсем понимаю логику всех этих действий, потому что... В одном поселке стоит кучка домов. Одному под снос, другому не под снос, второму под снос и остальным не под снос. Вот выборочно. Вдумайся, мне повезло, а тебе не повезло. Тебе пришло письмо, а мне не пришло. Че за фигня? И вот здесь звучит фраза труба, труба, труба. Вот сейчас мы как раз дойдем до основного камня преткновения, из-за которого людям приходят вот эти письма на снос. Хочу сделать акцент, что у Станислава огромнейшее количество документации. Я не люблю вот это вот все тыкать, тыкать, тыкать вам на экран. Поэтому почту на него я оставлю в описании. Ну вдруг кто-то столкнулся с подобной ситуацией, чтобы вы могли с ним связаться и пообщаться. Опять же, кому нужны будут документы, запрашивайте напрямую. Без проблем он вам все предоставит. Про какой ты подлог говоришь? Вот, смотрите, муниципальный земельный контроль, акт обследования земельного участка, 31 марта 2015 года. Здесь комиссия в составе уважаемых лиц Раменской администрации. Никакого упоминания про землепользователь, как собственника, они обязаны пригласить были или известить, но ничего этого не происходит. И этот акт, он безномерной. В чем подлог? Тут прямо написано, что этот акт происходил с участием представителей МОС-Транснефтепродукт. Это представители предыдущей трубопроводной компании. И если мы его открываем на второй странице, какие-либо подписи вот этих представителей трубопроводной компании, они полностью отсутствуют. Хотя этот документ прошит, пронумерован и состоит с печатью МОС-Транснефтепродукт. И этот документ был взят за основу судебного решения 2015 года. Еще у тебя указано там, что одно изображение, правильно? Да, вот в самом тексте написано, что выводы, изложенные в настоящем акте, подтверждены в фототаблице на одном листе приложения. То есть, согласно этой надписи, должно быть один листочек. И вот он, один листочек. Ни о какой трубе, никаких зонах здесь идет речь. Но если мы обратим второй листочек, который также был подшит трубопроводной компанией, здесь уже написано, проводятся работы по строительству дому. О каких работах в 2015 году идет речь, если я стал собственником по документам в 2004, то есть, за год до этого акта, они говорят, что проводятся. И причем, если фотографии, здесь никаких не написано, ни тележек, никаких грунт. Вот, смотрите, дом стоит и столбик. Все. Здесь нету никаких кранов, никаких машин. Какие мог быть вот эта фотография подтверждать строительные работы, если их и не было? Но это, говорят все сотрудники Раменской администрации на 2015 год. Ни в каких архивах этой справки нет. И я об этой подложенной документе заявил в суде первой инстанции, в апелляционной и в конституционной суде. И все мне пригновили. Он говорит, ну, молодец парень, хорошо. Давайте, что у вас. И полностью все исковые заявления трубопроводной компании были удовлетворены. Вот так. Правоохранительные органы не вмешиваются, говорят, что это судебный спор между двумя хозяйствующими субъектами. Поэтому мы не вмешиваются. И при этом администрация на каком основании дает такие документы, на каком основании дают вот такие подложные акты, в которых отсутствует подпися. То есть, это даже школьнику не надо ходить, что если человек обозначен, и он написан, что он типа присутствовал, он должен быть подписан. Но этот документ прошитый, это я могу подтвердить. И он в суде приложен. То есть, и вот таких документов, вот, дочерек, очень много. И я обо них заявлял. Ай, без разницы. Мы тебе проще снесем, а ты уже там сам, как бы сказать, разбирайся. Это я могу вот фактически. Вот комитет управления имущественным Раменского района. Вот шапка. Вот на 31-го, 15-го этой организации уже не существовало. Просто юридически она была упразднена. И вместо него был комитет подземельного управления. То есть, я говорю, ну как это? На старом бланке были эти документы написаны. Они разводят. Ну, у нас власть в Раменском районе меняется каждые три месяца. То один глава администрации посадили, что убил свою коллегу, так сказать. То второй просто за утрату доверия. Третий просто сам ушел. Четвертый. И вот каждая власть, каждые три месяца говорят, ну, нам надо разобраться. И этот вопрос до сих пор не решен уже 9 лет. Ну, уже 10 с момента получения собственника. То есть, меня просто приговорили. И мою семью, которая проживает зарегистрированную в этом доме. И вот так вот с этими бумажками нужно разбираться. И самое интересное, что так в каждом вопросе. Я вас попрошу вот не перематывать. Дайте мне буквально 90 секунд. Я вам хочу действительно донести полезную информацию. Ведь я вам неоднократно говорил про бухгалтерию от Мака Эксперт. Ребята, впереди ужесточение по налоговому законодательству. Вы про это прекрасно знаете. Господа предприниматели, привет. Именно поэтому я вам оставляю ссылочку в описании на Мака Эксперт. Заходите, оставляйте заявку и получите развернутую консультацию. Ведь ребята вам могут всего за 2000 рублей в месяц предоставлять услуги бухгалтерии уровня больших корпораций. На вас будет работать 6 специализированных департаментов. Очень часто бывает такое, что приходит какой-нибудь штраф от налоговой. Не потому, что вы умышленно хотели нарушить. А потому, что ваш бухгалтер, привет. То заболел, то недосмотрел, проспал, уволился. До свидания, штраф у вас. Вот чтобы у вас этого не было, попробуйте, поработайте с Мака. Многие, кто смотрит канал, их уже выбрали. Контакты налажены, работают. С момента основания Мака ни разу еще не поднимала цены на свои услуги. 24-й год не становится этому исключением. А первый месяц они вовсе дают вам бесплатно. Для того, чтобы вы поняли, как комфортно и классно с ними работать. Ссылочка на Мака Эксперт ждет вас в описании. В конце ролика о них еще напомню, чтобы вы могли оставить заявку. Ну а в понедельник, когда придете на работу, с вами уже свяжутся. Мы же продолжаем. Слушай, ну вот каково это, передай людям эмоции, когда тебе говорят, а все, дом твой подснос. Вот когда ты прочитал это письмо, когда тебе вроде бы все начиналось так, что ну подайте документы, сейчас обвелим, все будет здорово. То, что тебе изначально рассказывали. Потом говорят, все, Станислав, ломай. Это, я испытал шок и стресс, потому что это был 30 июня, я помню, на день пограничника. Я сам пограничник, в прошлом мне вот на праздник такой вот приговор для дома принесли. Почему приговор? Потому что все свое имущество родителей фактически было вложено на приобретение вот этой собственности. И как бы я ничего крамольного не сделал, просто купил эту землю. И до сих пор, уже прошло 10 лет, я не понимаю, в чем я виноват. Если бы суд, который прошел и который я проиграл в Российской Федерации, я проиграл, ну, я все инстанции судебные прошел, вплоть до Европейского права, по правам защиты прав человека. В 20-м году я его выиграл. И суд постановил, что не было юридических оснований. Администрация дала эту, как коренному жителю моей мамы, дала эту землю. Вот. И у нас все документы в порядке. То есть там и разрешение администрации, и у нас газ подведен, там через какое-то время был подведен. То есть все-все-все в порядке, мы даже не думали, что мы столкнемся с такой ситуацией. То есть вы подумали, что это какая-то ошибка? Ну, да. То есть, ну, как бы мы подумали, что там ошибка, не ошибка, но мы выиграем этот суд, потому что у нас документы в порядке. Охранная зона, трубопроводы, вот этих вот трубы составляют 25 метров с каждой стороны. Вот здесь давай так поподробнее. Смотрите, друзья, на нашем фоне вот те столбики, видите их, да, прекрасно? Вот, обратите внимание, вертолеты летают, они раза два в день летают, ну, это части, это маршруты по транснефти. То есть патрулирование этой трассы происходит для предотвращения каких-то чрезвычайных, несанкционированных врезок, терактов и тому подобное. Любая геоподоснова населенного пункта, а именно газовые, нефтяные трубы, амикопроводы, они имеют гриф секретно, чтобы для предотвращения терактов, чтобы не было каких-то врезок, каких-то незаконных операций. Поэтому мы не могли даже никакую должную осмотреть и справить, потому что они под грифом секретности. Я даже могу сказать больше, что вот эта вот труба нефтяная, их там, их три, и их пересекает газопровод. Вот эти трубы нефтяные стали на учет, газопровод среднего давления, который идет в коттеджный поселок Спутник, он никакой зоны не обозначен никаких карт. То есть вот со временем может ждать сюрприз вот эту вот линейку домов всю под снос, потому что зона минимального допустимого расстояния от этого газопровода среднего давления составляет 150 метров. То есть вот получается розетка. Вот этого поселка совершенно не должно быть теоретически. Но что происходит? Прошло 10 лет, мой дом приговорили, другие дома нет. Труба нефтепровода стала основанием для сносов домов героев этого выпуска. А вот эта труба, ребята, она вот так вот идет по всей стране. Кто знает, может быть она проходит мимо вашего дома или мимо участка, пока еще участка, который вы присматриваетесь и хотите купить. Вот я вам вывожу на экран вот такую вот произвольную карту, которую нарисовал Станислав. Вот они три полоски, вот эти три полоски посередине, это и есть трубы. И вот здесь начинается интересная история, что от этих труб есть охранная зона влево и вправо, в каждую сторону, по 25 метров. Ну вот давайте послушаем, что расскажет нам третий участник Андрей. Вблизи них, в одну и в другую сторону, 25 метров охранная зона. Это по документам, так оно есть, это всегда было, есть и будет. И во всех странах в Европе эта зона только уменьшается. Потому что новые технологии, трубы безопаснее. 25 метров отчуждения, с одной и с другой стороны, вот эти 50 метров, они постоянно сокращаются. Потому что прогресс. Ну а у нас из-за прогресса, святые 90-е были, коррупции. Эта зона от 25 метров увеличилась 150 метров. Просто так взяли и увеличили. Есть охрана трубопровода, где регулируется вся эта ситуация. 25 метров строиться нельзя, если строиться, то согласовываться. Есть опасная зона 50 метров равна. Там на случай, если будет какая-то авария, пункт 5 и 6, если кому интересно, можете посмотреть. Они должны оповестить землепользователь, чтобы они покинули свои дома до устранения. То есть там может даже доходить до суток. Должны покинуть. О сносе вообще речи нет. Но здесь вмешивается коррупция. Написали 150 метров. Никаких оснований нет. Вообще 150 взяты от газовой трубы. Вот от этого диаметра газовая труба 150 метров. Но при любых жалобах, любые жалобы Министерства энергетики, они отвечают, рассказывают про эти 25 метров. Ужас, ужас. Потом подкладывают документы о газопроводе и говорят 150 метров, 100 метров не имеет значения. Любая деятельность запрещена. Хотя это не есть правда. Здесь идет нефтетруба? Нет, она идет там. Здесь 25 метров заканчивается. Вот здесь 25 метров заканчивается. Если бы здесь проходила газовая труба, то было бы 150 метров. Правильно я понимаю? Газовая труба здесь где-то есть? Здесь нет. А где она? Ну, говорят, там где-то есть. Где-то в другом месте. Вот там она пересекает. Сейчас, подожди, тихо. Соответственно, вот отсюда она кончается. То есть здесь мы уже можем что-то строить. Да. Но при этом ближайшие дома наши стоят аж вон там. Да. И вот, например, у Станислава дом находится в 83 метрах. Правильно? В 73 метрах. Но он попадает под снос. А вот этот дом, который ближе к нам, он ближе. Здесь меньше метраж. Но он не попадает под снос. Ну, конечно, он не стоит в 25-метровой зоне. И у вас происходит в вашем поселке. Вот у вас где эта история? Это в Хрепане многодетно выделили участок. Мы построили дома. И потом нам сказали, что здесь 150 метров строиться нельзя. Ну, просто нельзя и все. Вот на табличке написано. Этого достаточно, не задавая лишних вопросов. Светлана, расскажите, пожалуйста, вас вот эта труба в каком поселке настигла? Деревня Хрепань. Тоже Хрепань. Роменский район, Московская область. Я стою на месте самих труб. Как видите, никаких опознавательных столбиков. Не видно. Вот находится дом. Который нам присудили снести как самовольную постройку. И вот туда просека дальше идет. Это все прохождение труб. Я строился, и ко мне приехали молодчики такие на джипах. Приехали, говорят, здесь строиться нельзя. А нет, можно 25 метров там. Вот здесь подпишите. И прислали мне такой документ, где я расписался, где сообщают. Она даже, знаете, как называется? Мне сообщают о том, что где-то там есть труба. И 25 метров строиться нельзя ни при каких условиях. У меня тоже 70 метров дом. Но потом уже через администрацию мне сказали, давайте все, уезжайте отсюда. Здесь строиться нельзя. Мы вам дадим другое место. Я говорю, как? Я на законных основном дом построил. Он говорит, ну ладно, хорошо. Давайте выйдем из опасной зоны 50 метров. Мы вам выдадим за пределами этой 50-то опасной зоны. А когда я в суд обратился и выиграл его, и мне сказали, что да, мой участок в 50-метровой зоне в опасной, это недопустимо, выдать за пределами зоуид. Зоуид отмечен на кадастровой кастре 25 метров. В обе стороны все нанесено, все известно. Есть охрана нефтепродукровода, там опасная зона 50 метров. Это же и Санпин, у них есть образование. Это противопожарная, тоже 50 метров. Как бы за этими пределами дайте мне участок вокруг моего дома. Мне сказали, проблем не будет. А когда стали выдавать, мы должны согласовать. А согласовать надо в 25-метровой зоне. То есть нефтомагистраль манипулирует. По этому вопросу был круглый стол в Москве и пригласили специалистов. Ну кто вот наконец разъяснит этот вопрос? Специалист сказал, что это манипуляция. Я могу дальше предоставить. Зоны МДР, в которых сносят дома, это манипуляция. Путин в 2017 году сделал указ, чтобы решить этот вопрос. Министерство энергетики год за годом переносит, чтобы наконец решить снести эти все дома. По полгорода там вообще решать. По всей Московской области. Тысячи тысячи километров. По 150 метров целая страна еще влезет. Сколько здесь отчуждили земли. И главное, она не в собственность. За это никто не платит. В нахаляву забрали. Все бесплатно. Все дома снести. Ну если конечно ты там позаботишься об этом, то будет у тебя дом стоять. Если нет, ну как мы видим. Тебя снести, тебя не снести. Это коррупция. Внимание мошенники. Важно следить за словами, что ты говоришь. Вот смотрите, что рассказали люди еще. Те, кто столкнулся с проблемой подобной, к их дому приезжает автомобиль, выходят люди. Говорят, о, у вас есть проблема. И мы можем помочь вам ее решить. Если не ошибаюсь, кому-то назвали 2 миллиона рублей. Человек задает вопрос. И подожди, мне надо заплатить 2 миллиона рублей? Да. И ваш вопрос будет решен. Он говорит, ну подожди, а как он будет решен? Мне какую-то справку, бумагу дадут. То есть это будет документально как-то закреплено? Нет. Ты даешь 2 миллиона рублей и про тебя забыли. Вот у тебя есть проблема, а у соседа нет, у того соседа нет. И у тебя не будет. Все, про тебя забудут. С акцентом говорю. Это не означает, что другие соседи что-то заплатили. Нет. Это вот мы разбираем конкретную ситуацию. Почему я делаю акцент на мошенников? Потому что на сегодняшний день таких умников, шустрых, полным-полно, которые пользуются слабостью психологической человека. Они приезжают, видят. О, дом. О, семья. Переживают. Давай. Бабок могут 500 тысяч предложить. То есть надо же прочувствовать, сколько с тебя можно стащить. Ты заплатишь. Что-то там где-то будет мурыныться. В какой-то момент ты звонишь по телефону. Михаил Саныч решил проблему. А Михаил Саныч не абонент. И где этот Михаил Саныч, никто уже и не знает. Поэтому, ребята, будьте начеку. Я думаю, все вы слышали недавно новости. Ларису Долину. Оп-оп. И все. Алло, ФСБ. Лариса. Ведется спецоперация. Надо тебе квартиру продать, деньги положить в ячейку. Повелась. Огромное количество людей по стране на это ведется. Мы про это снимали неоднократно. Некоторые смеются. Вот вам живые ситуации. Причем на суде, когда проходил судебный процесс, Транснефть ссылалась на какие-то документы, СНИПы, правила, датированные в 2017 году. То есть, по сути дела, получается, что мы построили в 1995 году, а они говорят, есть сним с 2017 года какой-то. Вы должны были знать. И причем Транснефть делает большой уклон в судах о том, что мы должны были знать, проявить осмотрительность, так как там, где проходят трубы за нашим участком, должны стоять столбики опознавательные, не такие, как сейчас. В то время они были просто там на деревяшечке, да, там и табличечка. И причем там было, наверное, было написано, что именно 25 метров охранная зона. Наш дом находится 47 метров от оси, крайней оси трубопровода. И все это, вот сейчас внимание, вокруг изначально 25 метров. У них у каждого, чтобы вы понимали, дома стоят. У кого-то 68, у кого-то 73, то есть не 25 метров, а гораздо больше. Ваш дом под снос, а рядом стоящий дом, который на плюс-минус таком же расстоянии, не под снос. Да, у нас практически улицы, в один ряд у нас дома стоят. И придрались, скажем так, только вот к нам. Ну и соседский участок, но у него там, по-моему, нежилой дом находился. Ему тоже, вот как раз в 16-м году присудили. А остальных никого не трогают. То есть из всего поселка коснулись двух домов? Да. А соседи ваши, вот вы с ними не общались? Они вообще как-то молчат? Общались, никто не это, они молчат, да. Они никаких повесток не получали. Вот, и, ну, наш вот как бы участок находится, у нас в 25-метровую зону попадали нежилые постройки. Это сарайчик, баня, вот, там парники. Соответственно, когда вот вышло вот это постановление последнее, когда мы в Верховный суд проиграли, вот, мои родители очистили 25-метровую зону. А, то есть они это поубирали? Они убрали все, да. Вот, то есть, как бы мы, ну, скажем так, частично исполнили исполнительный лист. Естественно, как бы дом попадает по исполнительному листу. И опять же таки, это 150 метров, как они трактуют, но не 25. Напомню, наш дом находится 47 метров. Я всегда стараюсь оставаться объективным в выпусках и пытаюсь подсвечивать с разных сторон. Вы слышали, да, что сказала Екатерина? Что вы границы 25 метров, в которой нельзя ничего строить. Была банька, был парничок, было еще какое-то подсобное хозяйство. То есть, с 95-го года люди построили там, где нельзя это строить. Ну, вот, добрались, сломали. Но весь сыр-бор сейчас происходит, что раньше это было 25 метров, вчера. А сегодня это стало 150 метров. И сегодня еще и дома надо ломать. Отсюда вопрос, как вы думаете, много ли людей по нашей стране, у кого сегодня точно так же что-либо построено в той зоне, ну, давайте отталкиваться от 25 метров, в которой строить ничего нельзя. Мне почему-то кажется, что такие люди есть. И у них что-то построено с нарушением, но оно стоит, потому что пока что руки не добрались. Как только доберутся, сразу будут вопросы, а чего, как, почему, да у нас это всю жизнь стояло, стояло. Но ключевое с нарушением, а законы, требования должны быть едины ко всем. Продолжаем. Это наследие святых 90-х. Надеюсь, что это кончится. Мне одно только непонятно. Может быть, вы просто как-то невнятно рассказали. Вот вы говорите, ваш дом стоит. Да. Правильно? Вы его построили в 2020 году. Ну, где-то так, может, раньше чуть-чуть. И он стоит от этой зоны, вот от этого столба в 50 метрах. В 75. В 75 метрах. В итоге сначала вы попадаете как бы под снос, но потом пересмотрелось, и дом остался на том же самом месте, и теперь вы не попадаете под снос. Я и никогда не попадал под снос. А в чем у вас тогда проблема-то была, если вы тоже с этой проблемой? Администрация согласовывает и говорит, что нефтмагистраль не согласна, и все. Ну, то есть вам все-таки говорили, что вы должны снести? Да, да. Сказали, сносить как незаконно. Но те, кто говорили, их уже уволили из раминской администрации. На конец августа 2024 года над вашим домом висит угроза сноса? Конечно. Вот именно как бумага, что требование, что надо снести? Бумаги нет никакой, просто на словах. Снести. А, то есть самой бумаги исполнительного акта какого-то нету, но вы на стрессе, правильно? То есть вы больше на переживаниях, что завтра вам и бумагу могут принести? А на то, что они спросили у нефтмагистрали, а нефтмагистраль сказала и прислала даже письмо, что надо снести. А суда, судебного решения, что сносить нет? Нету, нету. Ну, у нас нефтмагистраль заменяет все суда. Она ролик показала, в газете напечатали, все, надо снести. А зачем эти законы нужны? Вот ролик есть на YouTube. Мой дом приговорили, другие дома нет. Труба, это обосновать, что ну, подождите, мы до них еще не дошли. Но, тем не менее, уже факт, установленный, с 2016 года по зиму 2020-го, экс-директор транснефть Верхняя Волга, который является собственником турпровода, был осужден за получение взятки особо крупного размера, порядком 60 миллионов. То есть эти суммы были выделены, или он брал откаты за все строительные работы, за землеустановление, за согласование. То есть и это установило следствие, согласно СМИ, и было установлено, что он сам в этом признался. То есть вот на этом фоне какого-либо разрешения согласия бесплатно получить невозможно. Потому что это перегибы. По сути, у нас не самовольная постройка. У нас же документы все в порядке. У нас есть подписанные документы на дом, ну, как бы от администрации, да, на землю есть, все есть абсолютно, да. То есть мы не самовольно построились, чтобы вот взять, построиться, а потом к нам приехали, сказали, ну, вы не построились, да. Нет, так нам все равно в суды присуждают, что мы самовольная постройка и снести за свой счет. Что даже это там не ошибка там Раменского, Раменской администрации, хотя Раменская администрация, ну, как бы уже там те, кто выдавал документы, соответственно, в 1995 году уже они не работают. И мы-то относились даже в другую, скажем так, деревню, вот, администрация у нас была, вот, и все равно нам пишут, что мы самовольная постройка, вот, именно самовольная. И на сегодняшний день у меня все документы без обременения я могу продать второму, третьему, даже вам могу продать, подарить, и никаких обременений ограничений на сегодняшний день на эту собственность нет. То есть она свободна для продажи. Я плачу налоги, я плачу за коммунальные услуги и никаких ограничений. Я живу. А почему это произошло? Потому что в 2017 году житель из Челябинской области дозвонил с прямой, на прямую линию президента. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Светлана Владимировна, я из Челябинска. У меня есть садовый участок. Я им пользуюсь с 81-го года. На этом месте построен садовый дом. Нарушений в строительстве не было. Рядом в радиусе более 100 метров с участком проходит газопровод. И в 2014 году вышло постановление об увеличении охранной зоны вместо 100 метров до 150. В средстве этого пришла повестка в суд многим садоводам, где было принято решение о сносе домов за наш счет, без компенсации. Хотя наши участки и дома все приватизированы. Скажите, правомерно ли это и будет ли закон, который нас защитит? Вот. Вы знаете, опять к Балашке возвращаюсь. Там дома построили жилы рядом со свалкой, которую сооружали в течение десятилетий. А здесь застройка произошла вдоль трубопроводов. Потом приняли решение о том, что нужно расширить эту охранную зону. И теперь пытаются выселить людей. Справедливо или нет? Несправедливо. Считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, во всяком случае, те люди, которые уже построились, их нужно оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, но их нужно оставить в покое. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне. Но те, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. И сделаю все для того, чтобы это решение состоялось. Такая же картина. Это не Челябинская, это Московская область. И это происходит безнаказанно и спонтанно. То есть люди живут долгие годы. И это подтверждение не только мой случай, который я стал собственником. Вот есть, ну вот я пригласил других граждан, которые также оказались в этой лодке трубобеды. Вот линия идет синяя, да, там синяя-голубая, которая как раз обозначает, что вот 150 метров кончается здесь. Все, что дальше, можно сказать, выдыхаем. Те, кто ближе, здесь как раз вот дом Станислава, есть другие дома. Но не все дома попали под снос. А самое-то интересное, вот они, земельные участки, которые идут ближе к этой трубе. И у этих земельных участков есть своя изюминка. Почему? Когда человек приедет его покупать, ему будут говорить, смотри, здесь трубы, природоохранная зона. Перед тобой, внимание, никто никогда не построится. Ты будешь жить с видом на лес. Это вот как у Екатерины, да, видели по кадрам. То есть выходишь из дома, была банька, можно попариться, вышел. Соседей нету и никто никогда не построится. А вот эти земельные участки изначально подразумевают, что на них построят дома. Кто? Те самые счастливые обладатели вот этих вот потенциальных участков. А вот все вы, кто досмотрел до данного эпизода, теперь знаете и, скажем так, проявили должную осмотрительность. И должны зафиксировать, что с 2014 года вышло постановление, на основании которого владельцы вот этой трубы говорят. Ребята, теперь зона не 25 метров, а 150. Но вот здесь самый такой камень преткновения заключается в том, какой, я надеюсь, вы уже поняли, что все то, что было построено до этого постановления, попадает под новое постановление. О чем, собственно, президент говорит, ребята, отвалите от тех, кто построил до. Вот новую землю ты придешь там получать, пытаться выиграть на торгах, покупать. Что-то ты захочешь строить в подобном месте, ты должен для себя зафиксировать, что твой участок должен быть больше, чем 150 метров. Ну, тоже, да, наперед смотрите, сегодня 150, через 10 лет это может стать 200 метров или 250. Может такое быть? Может такое быть. Поэтому вот такая интересная картина сегодня. И эта история напоминает сказку Чаполина. Помните, там, когда дедушка тыквы построил свой домик из того, что было, из своих накоплений, а потом приходит сеньор Помидор и говорит, вы не взяли разрешение у графинь в вишне. И вот такая же история. Графинь в вишне – это транснефть, раньше мост транснефтепродукт. Суд говорит, в 2015 году был столбик, но я купил собственность в 2014. И вот самая особенность, вот сейчас Светлана выступала, с вами разговаривала, она говорила, что трубопроводная организация в своих решениях не учитывает ее позиции, собственность. Вот эти вот, в каком году они получили собственность. То есть они землю в 92-м, дом в 95-м, я купил в 2014-м. Они просто показывают фотографии от 24-го, от 18-го, намного позже. И говорят, вот видите, столбики. Вы должны знать, вы должны быть нострадамусами, чтобы предугадать, что через 10, 20, 30 лет на этой территории будут указаны столбики. Но из людей делают как бы недалеких товарищей и говорят, что они не проявили должной осмотрительности, чтобы обойти поручение президента и также оставить в силе сносы, которые появились. Они придумали вот такое оправдание. Не проявили должной осмотрительности. Есть охранная вот эта зона, 25 метров, в силу того, что там не внимание, друзья, не газовая труба. Правильно я понял? Да. Вам пишут на табличке и вам говорят, что 150 метров. Вот эти 150 метров, откуда они взялись? Они для чего? Это кто придумал? Как это? В СП-36, таблица 4, там есть этого диаметра газовая труба. И у нее действительно 150 метров. Это под газовую трубу? Под газовую. У газа есть другие свойства. Хорошо. Он взрывоопасен и так далее. То есть норматив такой существует. 150 метров, но он под газовую трубу. Вот что в этом поселке, что в вашем? Труба газовая не зарыта? Нет. Но норматив стоит 150 метров, я правильно понял? Да. Я долго жаловался и в итоге победил. Они ногтем на одну табличку, которую я сфотографировал, сделали нолик, прислали мне, что все нормально. А все остальные 150 метров. И то есть, соответственно, у вас этот норматив на табличку подрезали? Да. До 100 метров. А, до 100, но не до 25. Потому что у вас же все равно нету газовой трубы. Нету. Когда вы обращаетесь простыми словами, вы приходите и говорите, ребята, смотрите, произошла ошибка, здесь нет газовой трубы, поэтому норматив должен быть 25 метров. А вам говорят, нет, 150 метров. И как они вам это объясняют? Просто типа... Министерство энергетики, они вообще не разбирают, что такое газовая труба, что такое транснефт. Вообще разницы для них нету, и они тормозят указ Путина. Под предлогом мы сейчас разберемся, все сделаем. И год из-за года, уже 17 года, вот сейчас после выборов, думали, Путин не проиграет, и вот мы сейчас все это закончим. То есть, кто купил в этой зоне 150 метров, он в зоне Рикска. Им нужны прецеденты. Им надо хоть один дом сейчас снести срочно. Снести срочно, а потом уже во всех судах трясти, вот прецедент. Акт, не акт, а позитивная судебная практика для них. Да, да. Что вот, пожалуйста, отработал, чтобы... В нарушении всех законов нет оснований никаких. Поэтому был запрет о сносе в охранной, не в охранной зоне, а в зоне МДР. Потому что опасная зона, она равна 50 метров МДР. Там пункт 5,6. Охрана нефтепродуктоводов. Происходит саботаж. Когда вызывали специалистов, разбирались, их все приходили и все говорили, это манипуляция. К открытым текстам официально сносить дома в зоне МДР – это манипуляция. Этот СП-36 – это для нефтемагистрали документ, по которому они должны планировать вне населенных пунктов с расчета на 20 лет свои трубы. А потом постепенно, по мере необходимости, этот нефтепровод находится полностью уже в населенных пунктах. 40 лет ничего не делается. Ничего, просто качаются деньги. Качаются деньги, все. Трубы приехали, чопик забили, закопали нормально. Я хочу поделиться своим мнением. Вот 9 лет я вот в этой каше трубобеды варюсь. И я считаю, что данная ситуация разогрева или подогрева жителей происходит злонамерением, чтобы создать социальный взрыв населения. То есть берут точечно в разных районах Московской области определяется крайник, которые подлежат к сносу, которые не являются чиновниками, не являются какими-то зажиточными гражданами. Вот, к примеру, вот эта вот Светлана, которая сейчас общалась и дала интервью, позиция трубы дает ссылку в моем суде на Светлану, а в ее суде на меня. Что вот мы выиграли, вот мы их загнули, мы их тоже загнули. То есть, грубо говоря, все вот эти прецеденты, как Андрей сказал, они имеют места быть. То есть они точечно вырезают людей. Социальный взрыв в чем произойдет? Чтобы люди жаловались, писали, а под эту социальную акцию, в кавычках, трубопроводная компания могла бы из бюджета брать деньги на реконструкцию, на ремонт своих изношенного ветхого трубопровода. Почему это происходит? Обращу внимание, что труба была закомменна в нашем деревне в 81-м году. В других деревнях в 76-м году, то есть изначально в советские времена, никакой собственности раньше не было, все коллективное. Никаких земельных наделов под выдел этих труб не было оформлено. И до сих пор это не происходит. Почему? Потому что это затратно. Это налоговое бремя, это содержание, очистка, окоска. Все это требуется ресурсной базы. У них это нет. Что они сделают? Они фактически делают невидимую работу. Трубы закопаны в советские времена. Они перегоняют это топливо, получают копеечку. И чтобы получить какое-то признание, удовлетворение, важность их работы, они берут, сгоняют людей с их населенных пунктов точечно. Почему точечно? Потому что на сегодняшний день прошло 9 лет, и никаких других строений не было подвержено подобных судебному произволу, подобному документообороту, который вот по щелчку администрация без петвесей, без согласия в землепользе создает, пишет. Для любого суда, то есть человека фактически может задать в тупик. То есть они создают прецедент, люди возмущаются, ой, у нас же труба гнилая, старая, нам надо денежек с бюджета. Им денежки дают, они эту трубу как-то оприходуют, потому что мы видим, что трава некошеная, растения растут. А на это денежки списываются. Каждый год на это бюджет тратится. И чтобы на это списывать деньги, нужно типа сломать твой дом. Да, да, чтобы сделать показательную порку, чтобы все люди, которые вот на этой локации живут, могли всегда быть под гнетом с носа. Потому что каждый раз, когда спрашиваешь у юриста, а почему других дома не трогают, терпи, мы до них доберемся. Было парламентское слушание, где люди выходили и протестовали, потому что там по полгорода хотели снести, который находился там в выдуманных вот этих минимально допустимых расстояниях, которые не регулируют землепользователя. И Долгов на странице 36, если посмотреть в интернете, все осталось там. Он говорит, что манипуляциями зоны МДР, это манипуляция, ну грубо говоря, тахтология, что нет никакого запрета для землепользователя в зонах МДР. Есть минимально допустимые расстояния и так далее. И это уже неоднократно было озвучено. Специалисты приезжали, говорили, что происходит, они тоже не понимают. Пункт первый, СП-36, говорит, кто должен это выполнять. Там землепользователей нет. Это их нормы строительные, которые они должны соблюдать. И должны, СП-36 предусматривает, учитывать расширение городов. Сейчас нефтепродуктов находят полностью, они полностью в населенном пункте. Нефтмагистрали нарушает СП-36, а никто за это не смотрит. Никто их не останавливает, никто не заставляет привести в порядок трубу. И лучше, ну вот я тоже слышал версию, для того, если что-то произойдет с трубой, они скажут, вот здесь нельзя было строиться, вот выигранные судебные дела, до остальных просто руки не дошли, они сами виноваты. Они то, что они не выполняют требования, деньги-то они хорошо качают, а вот требования они не исполняют. Они их перевалили с себя, наземли пользователя. Ну, еще вариант сделать, замолчать, так сказать, как, собственно, и многие соседи поступают. То есть, грубо говоря, раз, пока с трактора они приехали, дальше быть терпелой, и с этим согласиться, и терпеть. Пока, фактически, трактор или тракторист не постучится тебе в дверь. Вот этот вариант меня тоже беспокоит, потому что, как и второй вариант, чтобы снести дом, он, ну, неправильно, я считаю, поскольку в этом доме проживают и зарегистрированы мои родители, а именно сейчас отец, потому что мама умерла, так и не дождавшись светлой победы. И подобная ситуация во многих семьях также есть. То есть, люди старшее поколение гнобят до того, что у них обостряются сердечные заболевания, раковые опухоли, и, собственно, они уходят в мир иной. Таким образом, тоже проблема решается, потому что труба старая, и вопрос землеотводов под жилье до сих пор не решен. И все время пролонгация этого постановления, и никакого решения нет. Поэтому, уважаемые граждане Российской Федерации, я бы подостерегся, приобретая любую собственность, земельный участок, дом в нашей стране, потому что в нашей стране много объектов закрытого, секретного характера, которые не обозначены ни на каких картах. Это, допустим, водоохранные зоны, это зоны электросетей, это зоны подземных коммуникаций, метрополитены, какие-то туннели, какие-то объекты МЧС по безопасности граждан. И они просто не то что в общем доступе, они даже закрыты от общего доступа, потому что они несут грифсекретность. Мы бы хотели, чтобы все-таки приняли конкретный закон, по которому было именно конкретно 25 метров охранная зона, не строится ничего. И плюс еще, чтобы у нас сняли наши ограничения о самовольной постройке, потому что мы в принципе уже замкнулись на этом, мы не можем никуда идти, потому что куда мы не сунемся, все будут говорить, что у вас самовольная постройка, и мы вам ничего не сможем сделать, сносите за свой счет. Что бы ты посоветовал сделать, чтобы как минимум хотя бы избежать этой проблемы? Трубы вот эти искать? И как можно дальше от них? Ну на самом деле в нашей стране эту проблему никак не решили, потому что вот в нашем поселке эта зона условная от 100 до 150 метров. Мы увидели по этим указателям, и мы увидели по судебным решениям, которые я в 9 лет сужусь. Но некоторые есть зоны намного больше, это 3 километра. Это, допустим, город Усть-Пых, северный город, и в этом городе даже на целом аэропорту эта зона, то есть это газовый конденсат, то есть у них до 3 километров. Аммиакопроводы есть скрытые и закрытые, которые никогда ты не узнаешь, что он где-то в километре у тебя есть. Поэтому и такой информации вы нигде не возьмете, даже администрация этого не раскроет, потому что, опять-таки, это гриф секретности. Любая геоподоснова, что есть под землей, это носит скрытый секретный характер, потому что данный момент, он для обороноспособности от безопасности врезок, от других несанкционированных взломов. И причем, например, ты покупаешь в чистом поле участок, но именно под землей, под несколько сотни метров, может быть ракетная шахта, которая фактически стоит на балансе в войсковой части, но никакой информации это нигде нет. И ты никаким миноискателем, никаким, не знаю, там, тросточкой или соломинкой не определишь эту информацию. И этот вопрос долгие годы не решается и заморожен, даже несмотря на поручения президента, потому что президент ясно, однозначно выразился, оставить людей в покое, которые подумают, но этот покой нам снится. Ну и, соответственно, другим гражданам я хотел совет дать. Хотите спокойно спать, не покупайте никогда земельный участок и дом, потому что это, ну, это и есть, да, это правда. Потому что сегодня год живешь, люди прожили с 95-го года. Вы представляете, какое над ним издевательство? То есть с 95-го года прошло несколько десятилетий, внуки у них появились, а им взяли и сказали, вы метайтесь, потому что здесь труба в 40-50 метров есть, и никаких компенсаций, ничего. Еще подняли речь по поводу, вдруг произойдет, не дай бог, взрыв на этой ветхой трубе. Можно рассчитывать о какой-то компенсации. Да никогда. Даже есть прецеденты, когда в Щелковском районе было взрывы, непроднамеренные взрывы газа. Никаких компенсаций люди не получили. Они пришли в суд, они сказали, а вы не проявили должностно-смотрительство. Зачем вы имеете участок вблизи садов? То есть нет. Вот смотри, я почему и спрашиваю. Я почему и спрашиваю из серии, что еще посмотреть, друзья. Вот наматывайте себе на уст. Мы зачастую с вами учимся на чужих ошибках. Я больше хочу сказать. Понятное дело, что Станислав говорит отчасти на эмоциях, потому что это его проблема коснулась. Но вон, поселок, и таких поселков по всей нашей стране огромное количество, когда люди покупают, строят, живут, живут, живут. Но вот тебя это коснулось лично, поэтому ты в афиге, в полном. Но не проявили должностно-осмотрительность. То есть по-хорошему, по-хорошему. Если сегодня я захочу себе купить подобный дом, я приезжаю в поселок, проверяю, естественно, все документы, далее пытаюсь найти, есть ли рядом с нашим поселком подобная труба, есть ли она есть, то в голове я держу для себя следующие цифры, что по закону 25 метров, но пишут 150, я делаю следующим. Я делаю себе Х2 300. 300 метров, а это значит, вот где-то там в начале поселка, где-то в середине, теоретически, меня ничего не коснется. Если здесь в дальнейшем, через 5, через 10 лет, не начнут класть что-то новое, а если я нахожусь в другом регионе, как вот ты сказал, и там могут быть 3 километра, вот это вот вы должны знать, вы находитесь в поселке, но вы должны знать, что там в 2,5 километра что-то есть, и вам потом могут сказать, типа, слушай, братанчик, надо ломать. Конденсатопровод называется такой. Я вспомнил статью, чтобы в Москве получить участок и безбедно жить, чтобы какую-то безопасность получить, чтобы от сноса, это надо в 160 организаций, ресурсоснабжающих, отправить свое заявление. То есть ты стал собственником, и ты пишешь МОСЭНЕРГО, МОСЭНЕРГОСБЫТ, ГАРГАЗ, во все ресурсы, в Транснефть, в Газпром, то есть все заваливаешь их, и они должны прислать ответ. Но опять-таки, ответ у них не регламентируем, потому что полу, в части они полукоммерческие, и как если в госструктуре есть 30 дней на получение ответа, на возможное получение ответа, но у этих организаций вообще, я получал, ждал ответа около 3 месяцев, 4, то есть от Транснефти, чтобы получить какой-то ответ. Представляете, это за 6 тысяч государственной пошлины можно ликвидировать любой земельный участок. Почему земельный участок? Потому что сначала сносится целевой жилой дом, а потом, поскольку земля не используется по Гражданскому кодексу, по целевому значению, могут забрать землю. Могут, потому что такое право у администрации законодательством предусмотрено, на них имеет место быть. Поэтому, что-либо покупать, потом это будет отжато, но не имеет никакого смысла, а именно перспектив. Поэтому, мое мнение, лучше люди, пускай в коробках живут, я имею в виду, многоэтажных живут, но, по крайней мере, больше безопасности, больше, ну, как бы, сплоченности, потому что, вот, например, ЖК Анечкина. А вот это будет вишенка на торте, если можно так сказать, в нашем выпуске. Ведь частный дом, это один владелец по документам, семья одна. И там мало кого волнуют твои проблемы. Вот, живой пример. Соседи все молчат, никто не лезет, никакого там социального взрыва нет, чтобы все вышли, сказали, как так, это наши соседи. Вас коснулось, вот вы свои вопросы решаете. Но были ситуации с многоквартирным домом. Вот я вам показываю небольшой эпизод с телеканала. Подчеркиваю, это от 2017 года. Но вопрос не закрыт. Несколько сотен семей могут лишиться своих квартир в Подмосковье из-за халатности госслужащих. Расстояние от подъезда дома номер 8 жилищного комплекса Анечково до нефтепровода составляет всего 48 метров. От соседнего корпуса дома номер 6 немного больше, 68 метров. Но этих расстояний недостаточно для обеспечения полной безопасности жителей. Законом Российской Федерации установлены охранные зоны нефтепродуктопроводов. Они составляют 50 метров с каждой стороны от оси. В этих зонах проведение земляных и строительных работ, нахождение построек, площадок с массовым скоплением людей могут привести к авариям, техногенным и экологическим катастрофам. А те, в свою очередь, к человеческим жертвам. Акционерное общество «Транснятие Верхняя Волга» вступило в право собственности на кольцевой магистральный трубопровод в июле месяце 2016 года. По результатам произведенной инвентаризации объекта было выявлено нарушение промышленной безопасности в данном случае в сельском поселении Анечково. Таким образом, ребята, в этом выпуске я до вас донес всю информацию, максимально подробно ее разжевал. Владельцы трубы говорят, постановление от 2014 года. Нормы стали 150 метров. Жители говорят, мы купили до 2014 года. И нормы были 25 метров. Администрация говорит, мы земли выделяем, что как. И в итоге вот это вот все зацикливается на ком? На плечах людей. Ваше мнение пишите в комментарии. Я надеюсь, этот выпуск был для вас полезен. Кого-то он и вовсе может спасти от подобной проблемы. Не забывайте, вот, жилые дома тоже касается их. Более мне не добавить, не убавить, как обещал в самом начале, в один час я умещаю выпуск. Дальше только ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-каналы, на другие площадки. Спонсор выпуска ждет вас по ссылочке в описании. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok